Что делать, если в Турции придется ремонтировать автомобиль? Даже думать о таком не хочу. Но если придется, то ответ простой – ремонтировать. Тут есть и запчасти, и мастерские. И для ремонта, и для регулярного техобслуживания. Но с национальным колоритом. В этом видео об особенностях турецких автосервисов рассказывает агентство недвижимости «Толеранс». Подпишитесь на канал и отправьте видео вашим знакомым. Вдруг, если не вы, так они соберутся в Турцию на машине. Что надо знать автомобилисту и к чему готовиться. Для ремонта или техобслуживания автомобиля можно поискать автосервис на карте. Но, конечно, когда турецкие мастера видят на пороге иностранца, их обуревает искушение – содрать втридорога. И в борьбе с этим искушением турки почти не достигли желаемого прогресса. С другой стороны, а чего вы ждали? В вашей стране не так же? Ну, может и не так. Не настолько. Можно понадеяться на официальный сервисный центр для вашей марки автомобиля. Я попробовал. Позвонил в большой автоцентр. Сказали, что можно приехать через месяц. А у меня прям поломка, надо срочно ремонтировать. Но и кому попало доверять машину, не хочется. В таком случае лучше всего искать частную автомастерскую по отзывам в интернете. В туристических городах в некоторых сервисах вполне сносно говорят по-английски и даже по-русски. А еще лучше искать по отзывам и по знакомству. Мне друг из Толеранс помог найти сервис, где он ремонтирует свою машину. В агентстве, похоже, знают места на все случаи жизни. Хорошо, когда есть знакомые, которые могут подсказать решение. В мастерской меня ждал ее хозяин Мурат. И встречал как родного, как будто мы сто лет знакомы. Меня предупредили, что так и надо. Несмотря на радушные приветствия, я немного нервничал. Мало ли кто и как тут работает. Но Мурат подробно рассказал о своей работе, какие используют инструменты и материалы. Он провел меня по всем помещениям, пригласил в свой кабинет, рассказал, как работают его сотрудники. Это твой сотрудник? Ее зовут Бужи. Бужи! Бужи! На! Все мы любим фотиков. Мурат показал мне отзывы клиентов, фотки машин с нашими номерами на своем подъемнике. Оборудование вроде нормальное. Конечно, я старался установить хорошие отношения. Они в Турции решают все. В конце концов, я решил создать главный вопрос. Хочется ли тебе взять с иностранца больше денег, чем с турка? Экономика сейчас очень важна, потому что все очень-очень дорого. Масло, фильтры, все дорого. Но мы всегда берем с клиентов немного денег. Всегда. И поэтому мои клиенты всегда очень довольны здесь. В общем, это твой секрет, я понял. Ребята в сервисе провели диагностику, быстро нашли проблему. Как я и думал, вздох датчик коленвала. Заказали запчасть, ее везли два дня. Потом в назначенный день я приехал и через три часа забрал исправную машину. Не-не, это не моя машина. С моей уже давно все в порядке. Конечно, в моем городе заплатил бы за работу меньше. Да и датчик обошелся бы сильно дешевле, если бы я купил его сам на Алиэкспресс или на Трандиоу. Но я не спец в автозапчастях и не хочу заморачиваться с возвратом, если что-то не подойдет. Главная машина теперь исправна. А я обзавелся новым знакомым в Анталии. В крупных городах есть целые улицы и кварталы автосервисов. Такой район мастерских в Турции называется Санаи. Здесь есть и обычные шиномонтажки, и ремонтные сервисы, и мастерские по рестайлингу. То, что мастерские расположены рядом, довольно удобно. Можно на месте сравнить цены в разных местах. Расценки на ремонтные работы и обслуживание в среднем в два раза ниже, чем в других европейских странах. Запчасти тоже могут подобрать недорогие, если из числа контрактных, а не оригиналы. Например, замена комплекта колес с развалом схождения обойдется примерно в 40-50 долларов. Мне поменяли шины 18-го радиуса с балансировкой, но без развала схождения, за 500 лир. Это меньше 20 долларов. Замена ремня ГРМ вместе с ценой самого ремня и роликов может обойтись в 70-100 долларов. Но помним про искушение, да? Эх, скоро ехать на техобслуживание. Сколько будет стоить ремонт после ДТП, сказать не берусь. Даже думать об авариях не хочу. Точно не в этом видео. Но по этой ссылке мы сделали инструкцию, что делать и как себя вести, если, не дай бог, попадете в Турцию в ДТП. Посмотреть точно полезно. Надеюсь, в этом видео вы нашли ответы, которые помогут сэкономить время, нервы и деньги, когда вы соберетесь ехать в Турцию на автомобиле. Еще больше ответов в специальном большом видео для иностранцев на автомобилях в этой стране по ссылке на экране и в описании. Опять спасибо агентству Tolerance, сотрудники которого, имея 20-летний опыт на рынке недвижимости, знают много интересных вещей и о других аспектах жизни в Турции и предлагают своим клиентам не только сервис, но и настоящую дружбу на полном серьезе. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Мы знаем и говорим о том, о чем не знают или не говорят другие. Редактор субтитров А.Семкин